Эко-активистки Татьяна Никифорова и Лилия Витина смотрят, как наполняется контейнер под пластиковые бутылки в парке Юбилейный. Он появился в начале лета недалеко от детской площадки. Очень быстро наполнился контейнер, уже радует. Только в понедельник вывезли и уже здорово, если бы сминали. Контейнер наполняется даже быстрее, чем предполагали общественники. Это и хорошо, и плохо одновременно, говорят они. Хорошо, потому что люди созрели для селективного сбора отходов. Плохо от того, что горожане не сминают бутылки. Поэтому они занимают много места. А еще люди складывают в бак то, чему там не место. Например, пластиковую посуду, контейнеры из-под торта и разноцветные пластиковые бутылки. Почему вот эта синяя бутылка не подлежит переработке? Вот синяя и зеленая, что в них такого особенного? Ну, просто их не принимают. Что-то, видимо, из-за красителя. Из-за красителя. А вот это пятерка, пропилен, а это полистирол. Они у нас в городе тоже не принимаются на переработку. Еще один такой контейнер под пластик стоит на ФСК. Активисты считают, двух баков на город недостаточно. И запустили сбор средств на сервисе краудфандинга сайте планета.ру. Общественники собирают 210 тысяч на изготовление 10 контейнеров. Их сделает улан-удэнский предприниматель Никита Суханов. Удобно будет вывозить машине вот сюда, например, машина приезжает, она фактически себе в быток ездит, экотранс. А там все-таки 10 контейнеров. Это уже больше объем, соответственно, более выгодно ездить. И хочется не просто поставить эти контейнеры, вот именно организовать правильный вывоз в торсырья. Плюс еще провести экопросвещение с населением. На планета.ру можно просто пожертвовать любую сумму денег, либо приобрести товар. Например, за 200 рублей можно купить эко-мешочек для фруктов. За 350 – эко-сумку, сшитую активистами из натуральных материалов. За 600 – поучаствовать в мастер-классе по здоровому питанию. Самый дорогой товар – размещение рекламы на контейнерах. За него придется выложить 15 тысяч рублей. У нас в ЛАНУД сложилась такая особенная ситуация в связи с тем, что было внедрение раздельного сбора отходов на территории всего города. Это внедрение, как мы знаем, не прошло успешно. И у людей, то есть в нашем городе, внедрение раздельного сбора еще сложнее, чем где бы то ни было в России. В городе организации, которые закупают в торсырье, то есть, например, за килограмм пластиковых бутылок человек может получить 8 рублей, скажу. Или за килограмм бумаги, макулатуры – 2 рубля. Пока идею установить контейнеры под пластик на планета.ру поддержали чуть больше 60 человек. Они перевели около 15 тысяч. У активистов мало времени на сбор. По правилам сервиса планета.ру, если половина заявленной суммы не собирается в течение полутора месяцев, то деньги раздаются участникам обратно. Анна Зуева, Николай Дулбаев, телекомпания АТВ.